Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, Ты везде есть, Весь мир наполняешь, Сокровищница благ и Жизнепладатель, Принь и вселись в нас, И очисти нас от всякой скверны, И спаси благой души наши. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, Не допусти нам уклониться ни направо, Ни налево от истинного понимания смысла, Прибудь с нами. Тебе же славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к римлянам Святого апостола Павла, 12 глава, 2 стих. Сегодня 27 декабря 2019 год. И не сообразуйтесь с веком сим, Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, Чтобы вам познавать, что есть воля Божия Благая, угодная и совершенная. Толкование. Предлагает способ, как можно нам совершать словесное служение. Он состоит в том, чтобы мы не сообразовались с веком сим, Ибо в нем ничего нет постоянного и прочного, Но все временно имеет только наружный образ, А не сущность или пребывающее существо. Итак, не сообразуйтесь. Говорит, и вы с веком сим, Не имеющим постоянной сущности, То есть не помышляйте о находящемся в нем, Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть всегда обновляйтесь. Ты согрешил, душа твоя обветшала, Обнови ее. Ты отчасти исправил нравственность свою. Постарайся исправлять ее более и более, И ты станешь новым, Преобразуясь всегда к лучшему. Заметь же, что мир назвал наружным образом, Означая тем его удоборазрушимость и временность, А добродетель назвал существенным образом, Так как она имеет природную красоту И не нуждается в наружных личинах и прекрасах. Мир имеет наружный образ, Чтобы ввести нас в обман. А добродетель показывает свой существенный образ без личин. Поэтому мы должны всегда преобразоваться по добродетели, Обновляя себя от зла на добро, И от меньшей добродетели к большей. Сказав... Слав Марину под ключи, Михаил. Сказав, чтобы мы всегда обновлялись, Делаясь новыми, показывает, Какая польза от этого обновления ума. Оно говорит, полезно, чтобы вам познавать, Что есть воля Божия. Кто обветшал умом, тот не знает, в чем состоит воля Божия. Не знает, что Бог хочет, чтобы мы жили всмиренно мудрее, Любили нищету, плакали, И исполняли все прочее заповеданное нам Богом. Напротив, кто обновлен духом, тот знает, в чем состоит воля Божия. Знает точно так же, как и иудеи, держащиеся законом. Волей Божией был и закон, но не благоугодной и несовершенной, Потому что дан был не как главная воля, но как приспособленная к слабости иудеев. Совершенная же и благоугодная воля Божия есть новый завет. Впрочем, согласно с Василием Великим, можешь и так понимать. Много такого, чего хочет Бог. Иного хочет Он для благотворения нам. Это называется благим, как исполненное благости. Иного же хочет Он, как прогневляемый грехами нашими. Это называется злым, как огорчающее нас, хотя и его цель благо. Поэтому, чего хочет Бог для благотворения нам, тому и мы должны подражать. А что возбуждает чувство скорби, того не должно нам делать. Ибо не мы служители зла, но лукавые духи. Посему, во-первых, подмечай волю Божию, благая ли она. Потом, когда узнаешь это, смотри, угодно ли Богу эта воля. Ибо много такого благого, которое не благоугодно Богу. Потому что делается или не в то время, или не тем лицем, как бы надлежало. Например, благо, чтобы угодили Богу. Но когда сделал это Озия, то не благоугодил Богу. Вторая книга Парлипоменон 26.16. Давайте вспомним. И но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. И он сделался преступником пред Господом Богом Своим, и вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре Кадильном. Так, вспомнили. Когда же что окажется благим и благоугодным, то постарайся, чтобы это совершенно было и без недостатков, точно так, как требуется без отступления от того. Например, раздавать следует в простоте римлянам 12.8, то есть щедростью. Но если это делается со скупостью, то раздача не точно согласна с требуемым относительно ее. Все, что-то одно слово неправильно у тебя. Совершено. Не совершенно, а совершено было. Да, чтобы это совершено было, ну, виноват, да. Благодарю. То есть, это благоугодное дело, оно было без недостатков. Молимся, чтобы предстать нам перед Господом с Кадильником, полным елея добрых дел, сделанных в Духе Святом и с любовью. Вот эти вот дела, они без недостатков. Потому что, еще раз повторюсь, добрые дела и мусульмане делают, и неверующие люди, и атеисты, все делают добрые дела. Надеюсь, может быть, в тайне своей, что на какое-то спасение. Вот. Вопросы по прочитанному есть? Может быть, замечания, дополнения, пожалуйста. На сегодняшний день, вот тоже, надо привести примеры. Вот крещение. Все совершают крещение. Крещение – нужное дело. Но оно идет без достаточного научения, во-первых, Слову Божьему. И, во-вторых, крещение – это оно просто мочение или даже крапление какое-то. То есть, нету этого. Потом дальше свечи – это тоже непонятно. За них даже деньги платят там, требуя исполнения за деньги. Это тоже все явное нарушение законов Божьих. Ну и так далее, многое другое. Так, еще. Ну вот я, когда читал, мне слово «обновление», значит, я тут недавно обновлял в компьютере, в Word, вот эту вот, в Windows. И вот эти вирусы всякие, там, вот это, что в компьютер заболевает, это вот как злобные духи. Они мешают слаженной работе компьютера. И вот компьютеру нужно вот постоянно обновление. Сначала, ну не думал, но обновляется, обновляется. Зачем обновлять все? А вот в интернете есть даже ролики, что будет интеллектуальный разум. То есть, интеллектуальное какое-то правительство. То есть, уже люди до такого безумия дошли, что нами будет управлять какая-то вот сверхмашина, которая тоже обновляется от вирусов. И кто-то же эти вирусы тоже создает, пакость всякую делает. Для чего? Чтобы, ну вот, сделали тебе пакость, вылезла какая-то там. Плати деньги, покупай антивирусник. Также и с нашим умом. То есть, бесы, злые мысли входят в нашу душу, оскверняют нас, пытаются нас сбить с нужного образа. Мы созданы по образу и подобию Божию. А бесы и силы вот эти дьявольские хотят нас смутить. И вот предлагают всякие там философские учения. И вот нам он просто говорит, чтобы мы не сообразовались с этим свеком сим. То есть, это все обман, все эти учения ложные. Все, вот есть Евангелие, строительный ответ. По нему нужно жизнь свою сверять. Ну и обновляться не забывай. То есть, постоянно быть в чтении, постоянно заниматься. А не так вот, как Андрюша пришел, головачик. А я не знаю, зачем я живу. То есть, обновления нету, душа полная вирусов. Злых духов, то есть, не обновляется. Десять лет не был на занятия, а раз пришел и опять пропал. Сегодня звоню ему, где пропал? Ну, я тебе перезвоню. Нету ненадежное воинство. То есть, бесово такую душу, такого человека. Нету защиты Божьей. Когда он не пребывает в Слове Божьем, очень тяжело. Наступает всякая депрессия. Приходится прибегать к более высокодуховным людям за помощью. Это хорошо, что у него еще так случилось. А сколько людей кончают жизнь самоубийством? Зачем я живу? Пошел, удавился. С крыши сбросился. Даже учение такое, если детей учат в интернете специально. Неси Господи и помилуй. Ривлянов 12.3. Так, ну вот по прочитанному, по толкованию. Все ли понятно? Что нам хочет сказать апостол Павел? То есть, ум нужно нам держать и обновлять, и сверять с волей Божьей. Задумал что-то сделать. А угодно ли это воле Божьей? Что об этом говорит моя совесть? А не подам ли я этим соблазн? Что об этом говорят? Жития святых, канон. И все начинаешь постоянно себя контролировать, обновлять ум. И от многих можно глупых поступков себя оградить. Ривлянов 12.3. Сережа, я еще хотел тут добавить немножко. Вот век сей, он не постоянен такой, ну как сумерки какие-то, не поймешь, что там увидишь в этом мире. А в христианской жизни все довольно-таки понятно, потому что Христос нам дал всем, как говорится, пути спасения. Ничего от нас не утаил, как говорит апостол Павел. И поэтому первонаперво нужно Слово Божие изучать. А если ты Слово Божие не изучаешь, никогда не выходишь на занятия, нигде тебя нету. Ну и понятно, что ты и дома тоже не увлекаешься чтением Слова Божьего. И отсюда происходит, что этот мир, он в тебя проникает. И вот эта вся абсурдность этого мира, она в тебе сидит. И поэтому в голове, в уме, сатана создает такие призрачные какие-то образы, мишуру такую. И поэтому человек не понимает, где он находится. Вот то, что было с нашим братом. Сколько раз его приглашали на занятия? Его постоянно приглашали на занятия, на благовестие. И никогда не хотел идти. Второй брат тоже то же самое был, который занялся не тем, чем надо. Горячительными напитками. То же самое. Постоянно приглашаешь на благовестие. Да я потом, да я потом. И сколько уже лет? 65 лет все еще потом. Когда потом? И то, что ты в общине среди верующих людей пребываешь, это ничего не значит. Ты сам должен это делать. Сам должен любить. Ну все. Да. Да и аминь. Нудить себя нужно. Нудить, заставлять, даже если бывает лень, неохота. Римлянам 12.3 По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Толкование. Павел, будучи смиренно мудрым, никогда не почитает достаточными собственные слова. Но в подтверждение их представляет то милосердие Божие, то благодать. Я, говорит он, не от себя предлагаю слово, но от Бога, внушенная мне благодатью его. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Говорит он всякому, и простецу, и начальнику. А рассуждает, прежде всего, о смиренно мудрее, подражая Господу, который начал сонова. Блаженны нищие духом. Матфея 5.3 Смысл слов его такой. Должно думать, то есть иметь высокую мысль, но для того, чтобы думать о небесном и возвышаться над земным. А не для того, чтобы возноситься над ближними. Это значит думать более, нежели должно думать. Мы получили благоразумие для того, чтобы обращать оно не в высокоумие, но в целомудрие, то есть в смиренно мудрие. Так сказал, дабы показать, что высокоумный с ума сбродствует и вышел из ума своего. А смиренно мудрый, имея здравые мысли и потому называется целомудренно. Сказав, что мы не должны высоко думать о себе, указывать теперь, как должно думать о себе скромно. Указывает, наверное, отпечатка. Теперь, как должно думать о себе скромно. И говорит, что должно думать о себе скромно, помышляя, что Бог каждому уделил меру веры. Так как по причине дарований духовных многие впали в высокоумие, то и говорит, что должно думать о себе скромно потому, что Бог каждому уделил меру веры. Ибо это не от твоего зависит успеха, но есть божественное дарование. Велико ли оно, мало ли, но даровал его Бог. Дарованием называет здесь ту веру, которой творили чудеса. Ибо вера двух родов. Она одна принадлежит нам. Например, вера твоя спасла тебя. Матфея 9.22 А другая есть дар Божий. То есть, это та вера, которой совершаются чудеса. Например, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. Вопросы? Ну, вот здесь понятно, что о вере, получается, речь о вере, которая чудодейственная, а не о вере, как таковой, которую подразумевают обычно люди-то. Что люди, они в высокоумие впадали из-за того, что имели, получается, чудодейства всякие. То есть, там, помолятся и исцелится человек, там, или что-то сделают. И в связи с этим впадали в высокоумие. Притом, он говорит, многие впадали. То есть, видимо, много было чудес. А касается ли это веры, вот первой веры, которую описывает апостол? Можно ли впасть в высокоумие от веры, вот этой первой, которую сказал апостол? Ой, не знаю. Инна Тихонич, к вам вопрос. Слав, я тебе вот этого послал, человека, который хочет. Я что-то не знаю, как его добавить. Добавь, пожалуйста. Инна Тихонич, выслушайте вопрос, пожалуйста. Слав, давай еще раз. Так, в чем вопрос? Ну, вопрос в том, апостол Павел говорит о вере, вот как нам истолковал Феофилакт, о вере чудодейственной, что многие люди, имея веру чудодейственную, которую чудо совершали, впадали в высокоумие. Но, говорит, две есть, два вида веры. Первая вера, которая, вот, человеку веровал, которая от него зависит, от человека. И вторая, которая от Бога, вот, чудодейственная. И вот, а по первой, можно ли, может человек впасть в высокоумие? По первому виду веры. Ну, если он сознает, что это ему дали, как он может впасть? Ну, мне подошли и дали. Как я могу, допустим, у нас сейчас намело снегу. Вчера была такая пурга, не выскажешь, сколько намело снегу, позавчера. И вот человек, который решил добро оказать, зашел и взял лопату и начал кидать. Как я могу впасть в высокоумие, а когда он мне помогает? Наоборот, я принижен, что сам не мог. Пришел человек. Так и здесь. Никак. Ни с какой стороны. Бог дал мне веру. Вот начинается что-то спорить. Я гляжу, здесь много иногда толкетесь, прям на одном месте. Речь должна быть выверенной. Конкретно. Вот вопрос задан сейчас. Это от Бога, от Бога. А что ж, говорит, как будто не получил, а как будто не получил. Как будто это твое. Никак нельзя. Вот женщине Бог дал возможность родить ребенка. Она может этим гордиться? Ну, по порядку так вот. Мы посеяли и взошло. От меня зависело это? Нет, это дар. И все где дар? А я ответил на это согласен. Там никак оно не может. Но не надо впадать в высокоумие. Я вот поверил. И поэтому теперь могу рассуждать о высоких материях. Вот я никогда, повторяю, не спорил с католиками об исхождении Духа Святого. Никогда. А зачем? Первая, одна воля, две воли монофизица. С армянами никогда не спорил. Тем более, они говорят, мы признаем две воли. Зачем прямо искусственно придумывать-то? Итак, Бог дал веру. По вере я верю. Моего там еще нет. Я был маленький, а уже верил, что все сотворил Бог. Поверил, что Иисус Христос. Это Он дал. Я первый шаг сделал к Нему. Поэтому ничего здесь нет. Хотя может человек сказать, вот мне открылся. Я, значит, ну такой сильно хороший. Бог мне открыл, а тебе не открыл. Ну не знаю здесь, какая стадия. И так понятно. Бог открыл, кому откроет, никто не закроет. А закрою, никто не откроет. Я вот только сейчас вышел из рулетки. Ну, такие простые вещи, ничего не понимают. Ему не открыто. Можно только жареть и плакать. Все. А когда чудеса Бог делает через человека, и человек сразу о себе начинает думать. Ну что, вторая ванга, третья в Кашпировске. Спаси Христос. Ну, я думаю, я не знаю, как христианин, конечно, не должен впадать, но вот у которого слабая вера, может и так вот мне дал вон сколько талантов. Я вон сколько, вот и вон гордился. А другие все неактивные какие-то, амебные, там вот может на и вот, как говорят, в прелесть впасть. То есть, ну это не высоколумие, а это превозношение, как так и называется еще такое, над другими. Именно что вот, да, я вот верю вон как у меня сильная какая вера, а вы маловерные. И начинаешь упрекать, и потом бывает такое, что и сам веру теряешь от этого. Мне кажется, надо выделить признаки высокоумия. Какие вот конкретно, есть ли они какие-то? Ну, здесь нам толкователь говорит, что от своего ума, не от ума Божия, то есть, когда, а вот это мое мнение, вот ему надо свое мнение высказать, а оно с мнением Божьим, слоя Божья разница. А ему все равно, а ему надо, а я так думаю. То есть, ему сатана вложил мысли еретические какие-то. А я так считаю. А я считаю, что женщина и мужчина равны перед Богом. И все. И не вышибешь этого. Равны перед Богом. Нет. И у всяких вот еретиков, они даже, у них Слово Божие как бы проповедуют. Почему мы так усердно занимаемся толкованием? То есть, не нужно как, а я так думаю, а я думаю, надо так растолковать это место. Так нам уже все растолковали. Нам надо со смирением принимать. Тогда мы будем целомудренны, смиренно мудренны. Со смирением принимать то, что уже растолковали. Мы что умнее вот этих святых отцов, которые жизни свои отдавали за веру. Они доказали своей крестной смертью позорной, что они правы, так скажем, были. А ты кто такой? Я вот тоже о себе думал. Да у меня вера такая, если меня там мучить начнут, я там буду стоять до конца. И всем говорил. А когда коснулась, просто забрали в милицию. И все, я понимаю, что сейчас, если я буду говорить правду, меня пасали. И все, и поплыл. Мне кажется, еще высокоумие в делах проявляется. Вот таких, к примеру, вот Вселенские соборы, да, полторы тысячи там епископов. Они постановили определенные правила. А я беру и раз, и не выполняю это правило. То есть, ну, допустим, говорю, оно не действует. Ну, допустим, оно, ну, человек не выдержит. То есть, там уже решили, святые отцы, епископы, многие. А тут я беру и на себя, что, в принципе, это не действует, или сейчас люди слабые. То есть, высокоумие. То есть, я ставлю свой ум выше, чем всех их вместе взятых. И то есть, на деле, вот мое высокоумие. Хотя я могу быть прям смиренный до невозможности. При людях, вот так вот. А вот как коснется дела, так сразу высокоумность. То же самое, вот мне кажется, вот оно в таких делах. Или вот, как говорит Игнат Тихонович, там, никогда, с католиками спорит по поводу того, что, там, в Боге, там, исхождение Святого Духа. Вот это такие примеры высокоумия в чистом виде. А не то, что другое одному что-то говорит, ты сделай так, таки, то есть, вот его в соответствии, допустим, приводят со Словом Божиим. Ну, его обличает, а тот ему думает, а ты какой, что ты себя из себя строишь-то? А так нельзя о человеке посудить, на самом деле-то, мне кажется. Потому что, ну, а с чего взять-то, если, допустим, действительно, согласно Слову Божию, ты должен так поступать, или каноном. И тебе другое-то сказал, почему второй-то высокоумничает, или гордится, как правильно, ты в прелести, то есть, почему ты других учишь? Обычно же так говорят. Да, ну, например, во грехах ты весь родился, и нас ли ты учишь? Понимаешь? То есть, они себя выше... Я когда первый раз читал, вот это вот, блаженный нищий духом, мне как-то непонятно это было, как-то... Я когда прочитал, что высокодуховные люди, оттолкование-то, когда прочитал, блаженный нищий духом, это тот, который считает себя нищим духом, тот и будет учиться, а который умничает, он все знает, ему знания не нужны, понимаете? А Библия, это такая книга, чем больше ты ее познаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь вообще. Ну, здесь имеется в виду полнота Божия. Бога вообще познать своим человеческим умом невозможно. Что пытались делать вот эти мудрецы, там, рассуждают, там, о всяких, там, о сотворении, об эволюции, вот, что человек от обезьяны произошел. Бог сотворил. Нет, у меня свое мнение. От обезьян. Да как, не они живут. О, нет, а вот так. Ну, вот начинается вот это вот. Римлянам 12 глава, 4-5 стихи. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Толкование. Примером тела и членов не излагает великое возношение высокоумия. Тело одно, оно имеет различные члены, совершающие различные действия. Так точно и мы, верующие, составляем одно тело во Христе, как в голове, а порознь мы один для другого члены. Не только малый для большого, но и большой для малого. И так не превозноситесь друг перед другом, как члены вы имеете нужду в друг друге. Ну, вспоминаем, скажет ли рука ноге, ты мне не надобна. Ну, тело сейчас возьми, отсеки у тебя руку или ногу, жалко. Вот. И... есть маленькие члены, но они в большое попечение. Вот. Зеница ока, маленький глаз там, все, а вот все, Бог так сделал, что вот, ну, и моргает глаз постоянно, и как вот дворники в автомобиле, все слезу смахивает, и мы видим хорошо. Уши. Скажет ли глаз уху, ты мне не надобна. Безумие. А вот когда друг перед другом перевозносимся, тут мы забываем про это. Вот апостол нас учит, что мы друг другу нужны, мы члены, мы церковь. У одного одни таланты, у другого другие таланты. Ему друг другу должны помогать, развивать эти таланты, а не зарывать. Через общение друг с другом, через обличение друг друга, через помощь друг другу. В любви, скротостью. Друг друга предупреждаете. И так ум наш будет обновляться и совершенствоваться. Римлянам 12.6. Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. То есть, имеешь ли ты пророчества? Пророчества и по мере веры. Толкования. Не сказал, имея дарования больше или меньше, но различные. Так самым именем смиряет превозносящихся. И не добродетелями называет, но дарованиями. То, что получил, ты, говорит, есть дарование Божие, а не твое дело. Это дала тебе благодать. И так, чтобы смирить превозносящихся, говорит, что это дано Богом и называет это дарованиями. А чтобы возбудить ленивых, показывает, с другой стороны, что для получения дарований и мы привносим нечто и говорит, пророчествуй по мере веры. Хотя это благодать, но изливается не просто, а проливает столько, сколько вмещается суд веры, предоставленный ей. Почему упоминает сначала о пророчестве? Может быть, и без особенной причины. А вероятно, потому, что некоторые превозносились этим дарованиям. Если же превозносились, то почему Бог не лишил их дарования? Для пользы людей и в наставление нам, чтобы мы не осуждали имеющих дарования и тогда, когда они согрешают. Если я, говорит Бог, не отнимаю благодати своей, то кто ты, уничижающий имеющего дарования? Вот хорошее какое толкование и когда начинаешь человека наставлять на путь истинный, он тебе сразу, а ты сам-то грешный. Если Бог меня благодатью не лишил, то ты судишь меня как учителя, чтобы ты исправился. Безусловно, прежде чем обречать кого-то, нужно в себе покопаться, а ты избавился от этого греха, в котором хочешь брата обречить? Ты бревной своего глаза вынул, именно в этом конкретном грехе, если вынул, тогда обречай, если нет, тогда поработай сначала над собой, потом других учи. А не так, что сделали тебе замечание справедливое, ты не хочешь исправляться, а ты вот то-то то-то у тебя. Ну да, у меня то-то-то, да, я с этим борюсь, но в этом конкретном грехе ты почему исправиться не хочешь, я исправился, я знаю, как я хочу тебе помочь, а ты не вмещаешь, то-то, веру у тебя в этом не хватает, или высокоумия у тебя, или почему ты меня не слушаешь. Вот. пророчество по мере веры, то есть, да, Бог различные таланты дает, но и с нашей стороны должно быть произволение и желание эти таланты развивать. Если у этого нету, то зарытый талант, и Бог спросит за этот талант. И друг перед другом не нужно превозноситься, то есть, да, пророки, видимо, ну, вот они превозносились, вот, наговорение языками, там тоже будем читать, тоже превозносились этими дарованиями. Сейчас Господь отнял, нету надобности, то есть, все переведено на все языки, а тогда это нужно было. Римлянам 12,7 Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, толкования. Есть служение и дарование особенное в чине церковном, каково служение семи диаконов. Но здесь под именем служения, разумею, всякое духовное дело. Какое, говорит, получил ты служение в исправлении? Того пребывай, это слово должно приложить здесь. Не ищи чего-либо большего и не превозносись перед другим, а будь доволен тем, что получил. Если принять служение в общем смысле, то далее перечисляются виды его. Если же разуметь служение особенное, дьяконское, то заметь, как сперва упомянул о низшем, а потом положил высшее, то есть учение, не наблюдая порядка и тем самым получая нас не гордиться и не превозноситься тем, что кажется нам высшим. Вот. Ну вот у нас часто тоже бывает одни люди активные, проповедуют Евангелие, остаются на занятиях, а другие мало активные, и мы начинаем делать им замечания не с тем, чтобы превозносимся, а с тем, чтобы их побудить. Апостол Павел же говорит, подражайте мне, как я Христу, я более всех потрудился. Что это, превозношение? Да нет, нет, он хочет, чтобы остальные тоже ревновали о своих талантах, о своих дарованиях, и не зарывали их, иначе сами знаете, что бывает с людьми, которые зарыли свой талант, данный Богом. не развили. Ну, и вот вопрос, как бы, поэтому, надо ли быть таким вот узким специалистом? Я вот умею собак дрессировать, ну, я беру сейчас профессию там, как бы, недуховную сейчас, экстраполяционную, или давайте по-духовному. Вот я, умею, ну, что там, ну, вести занятия, организовать, вот, Бог мне позволил, ну, что теперь, мне осуждать всех вас, которые не организовали такие занятия? упаси Бог, но порекомендовать, я могу сказать, ребята, давайте каждый из вас попробуй, я вот попробовал, мне Бог дал, у меня получилось, я молился об этом, благодарю Бога, вот, перед тем, как вот, уехать в потеряевку, то есть, ну, давайте не будем вести занятия, а я, ну, Игнать Тихович, давайте не будем, а ну, как, я же могу, почему нет? И меня начал брат, вот, Роман Форликов осуждать, не надо, сказали, не надо, не надо, послушание надо, ну, рассудительность должна быть, кому от этого плохо-то будет, что и летом у нас занятия будут, потому что многие тосковали, по слову, одно дело, если нет возможности, а другое, когда есть возможность, почему нет? Примлянам 12 вовен, давай, Володь. Дело в том, что брат, можно соединить и духовные дарования, и телесные дарования, которые тебе Господь тоже, как ты говоришь, дрессировка собак. Я тоже неоднократно привожу пример, колку дров свою. Я также молился, чтобы Господь дал мне вот, как бы, искриться, быстроты, терпения и выносливости в колке дров, для того, чтобы людям засвидетельствовать потом, слово Боже, чтобы они расположились к этому, видя, как у меня работают, спориться. То есть, и так можно умножать тоже талант. Ну, тебе надо учить колоть дрова меня, я там умею, не так быстро, как ты. дрессировки собак не хочешь учиться, ты не развиваешься, ты засох на своем одном. Я дрова колю, и с меня довольны. Я узкий специалист, я вот и спрашиваю, нужно ли оставаться вот этими узкими специалистами в духовном плане, или все-таки развиваться нужно, обновлять? смотри, брат, я молюсь так, у меня в молитве включено это, Господи, дай умножить таланты тобой дарованные, получить новые таланты, чтобы их тоже применить во славу имя Того Святого, для пользы ближних моих. То есть, вот таким словом я молюсь. Да, об умножении, понятно. И этот конкретный талант, допустим, ну, ты, брат, будешь прости меня, но собаки я боюсь просто. А они чувствуют. А ты не молился об этом еще ни разу. Это как человек, которому Бог дал власть укращать животных и боится животных. Это никуда не гоже. Всякое животное естество укращается и укращено естеством человеческим. Проси у Бога веры в это. Вот. И все, и молись Давиду, который пасти льва образрывал при пастье овец. Вот истинный пастух был, не щадя живота своего сорвали, боролся. Смелый был. Ривлянам 12.8 Увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Толкование. И увещание есть вид учения. Ибо учением называется вообще рассуждение о всяком предмете. А увещанием собственно на то, когда кто успокаивает словом души, возмущенные скорбью или гневом. Итак, увещатель говорит, пусть пребывает в увещании, делая свое дело и не превозносится перед другим. Сказав об учении и увещании, то есть о том, что относится к попечению о душах, теперь говорит о телесном, как занимающем второе место. Простотой называет щедрость, следовательно, учит раздавать щедростью, ибо никакая добродетель не бывает добродетелью, если совершается ненадлежащим образом. Так и девы, хотя имели елей, но имели его недостаточно, почему и отвержены. И начальник должен проходить служение свое тщательно и неленостно. Начальствовать же значит вспомоществовать тому, кто требует помощи словом и делом. Так как сказал о раздаянии имущества, а имуществом изобилуют не все, то присовокупляет. Будь предстоятелем другим образом и помогай нуждающимся только с очщанием. Выше сказал, что должен раздавать в простоте или с щедростью. Но многие дают хотя много, однако принужденно и со скорбью. Поэтому учат, что щедрость должна быть без скорби, даже с удовольствием и радостью. Ты должен радоваться, что за малую цену получаешь небо. Пойми же, какое различие между раздающим и благотворящим. Раздает тот, кто подает подаяние из полученного от другого, а благотворит тот, кто подает из своего достояния. Вопросы. То есть уловили разницу между благотворящим и раздающим. То есть организовал сбор средств, собрали средства, раздали нуждающимся. это как раз он раздается щедростью. А средства жертвуют благотворители. Не каждый может быть благотворителем, не все богаты. Но и раздавать нужно. Тоже на это должен быть дар, мудрость. ленивых не нужно поощрять, нужно именно находить нуждающихся. Римлянам 12.9 Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Толкование. Ибо такова истинная любовь, а с нею удобно совершиться все. Благотворитель будет благотворить охотно, доставляя ближнему, как самому себе. Начальник будет начальствовать с усердием, подвязаясь за ближнего, как за самого себя и так далее. Но так как и любовь бывает во вред, например, между людьми соглашающимися на грабительство и тому подобное, то присовокупляет отвращайтесь зла. То есть ненавидя зло от души указывает на ненависть сильную и всем сердцем. Немало таких, которые хотя не делают зла, однако желают его. Поэтому говорит я требую, чтобы ненавидели зло всем сердцем, чтобы душа очистилась. поскольку я, говорит, подписал вам любить друг друга, то не думайте, будто я возбуждаю вас содействовать друг другу и в худых делах. Совершенно напротив, я желаю, чтобы вы чуждались не только худого дела, но и всякого душевного расположения к нему. Недостаточно удаляться от зла, но должно еще прилежать к деланию добра. поэтому сказал прилепляйтесь к добру, то есть имейте к нему расположение и любовь. В таком смысле и Бог соединяет мужа с женой, сказал прилепиться к жене своей. Бытие 2.24 вопросы. Вот такое сравнение, что мы должны любить друг друга, как и прилепляться к добру, вот как муж прилепится к жене своей. Бытие 2.24 Ну а сегодня, к сожалению, в последнее время посмотришь на эти семьи, которые без Бога живут и говорят живут как кошка с собакой. Постоянно ссоры, распри, разногласия и нет мира в семьях и разводов. Чуть ли не 120%. Что-то не видно там кто остальные это где они участвуют а больше как их какое-то место открыть вот они Че брат хотел что-то сказать нет нет так подбежал Римлянам 12 10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью в почтительности друг друга предупреждайте толкование я говорит научил вас любви и вам весьма естественно исполнять это ибо вы братья рожденные от одной утробы то есть от купели крещение следовательно этим самым обязаны уже любить друг друга потому что признаком и обнаружением братства служит дружба а дружба производится и утверждается братолюбием учит как сохранять братолюбие именно уважением друг друга и взаимным предпочтением ибо предупреждать значит предварять друг друга в почтении вопрос что значит предупреждать предупреждать от худых поступков да еще и с нежностью правильно я понимаю римлянам 12 11 в усердии не ослабевайте духом пламенете господу служите толкованием так как многие казалось бы душевно почитают и любят друг друга но руки к ним не простирают то научает заботиться друг о друге и самым делом помогать другим предполагается возражение как можем мы в усердии не ослабевать если отвечает будем гореть духом то есть если будем усердны и ревностны заметь также что духом пламенете сказано уже после исчисления многих видов добродетели ибо кто исполнил вышесказанное тот привлекает благодать духа и возжигается огнем его когда ты братолюбив когда имеешь любовь и другие добродетели о которых прежде сказано тогда служишь господу ибо он к себе относит то что ты делаешь для брата голодного накормили меня накормили больного посетили меня посетили а если не накормили а если не посетили то господь говорит и на суде будем отвечать а где господи когда мы тебя накормили когда посетили когда одели когда боли господь скажет так как вы не сделали это одному из малых сих то не сделали мне еще пример о десяти девах неразумных что выше бисеродевственности но у них не было добрых дел сделанных в духе с любовью господь закрыл перед ними уратарая даже это им не помогло вот о чем сказано что в усердии не ослабевать и иметь любовь протонент еще дать римлянам 12 12 утешайтесь надеждою скорби будьте терпеливы в молитве постоянной толкования терпения в скорбях делает тебя терпеливым и опытным молитва есть великая помощь к совершению всего вышесказанного и не сказал просто молитесь но будьте в молитве постоянной если тотчас ничего не получаешь будь постоянен и достигнешь того чего желаешь ну и пример из евангелия когда помните женщина судью просила разрешить ее дело но судья и бога не боялся и людей не стыдился она его так надоело ему своими жалобами что он сказал да пойду сделаю как она просит и так же и бог этот пример нам ставит для того чтобы мы когда просим у бога чего-то полезного и духовного и не получаем тотчас мы продолжали просить об этом бога немало не сомневая что получим когда-то надежда не постыжает просить нужно полезного и всегда добавлять да будет воля твоя то есть мы до конца еще не знаем полезно ли нам сейчас то чего мы просим полезно ли это вообще и просьбы старайтесь молиться к богу духовное духовное господи дай мудрости как поступить просите у бога мудрости не стесняйтесь есть такая загадка детская вот если бы тебе встретился мешок золота и мешок ума что бы ты взял все всем как бы стыдно сказать что золото еще северолюбивым меня ярлык повесит мешок ума и он как бы шутит а каждый просит то чем не достает дурачок только у тебя ума не хватает да не хватает да я прошу бога не нужно этого стыдиться а золото что да и золото бы не помешало брату Игору комбайн купить что он бедный мучается под комбайном лежит целый день жалко золотишко не помешало и Никола чудотворец он подкидывал золотишко нуждающимся и в этом тоже его добродетели сказалось нам пример и найти что-то хотели сказать вроде как чувствуется нет я хотел сказать один еще целая минута хотя так все давайте вопросы это я хотел сказать Исааку за большие засыпки присвоили звание лорда так говорят а когда он в палате лорда заседал там не имеет права никто говорить пока ему не бросают мешок с шерстью и он на него должен сесть и тогда говорить и вот один раз он потребовал но через весь зал этот мешок по головам там бросали до него дошло он тогда сел на мешок и говорит господа я прошу форточку закройте от него то ждали такую мудрость больше закона сохранения веществ 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 нет 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 вопросов послали письмо Игнать что несправедливо их преследуют помоги господи говорят инициатива наказуема чтобы в этом деле они у нас не ополчили старайше я там привел выдержку этого пастора не мюллера он говорил когда арестовали коммунистов я промолчал потому что я не коммунист немцы когда стали арестовывать брать евреев я тоже промолчал потому что я не еврей стали брать профсоюзных деятелей я промолчал я не профсоюзный деятель а когда пришли меня брать уже никого не было кто бы за меня заступился вот я им говорю Уже начинает теребить Совет Церквей Баптистов Название такое А там рядом И за нами займутся Я написал, как мы ездили в поездки Как нас Малву пустили, что мы свидетели Егова Уголовный розыск Нас подорез буквально А когда узнали, что мы православные Они тут с нами улыбаются Фотографируются, показывают, куда ехать Я в ужас пришел Я говорю, это что ж такое-то Как они так? К нам друзья-то набились И мы это рады, к нам власть хорошо относится Это хорошо, это благодарю Бога Но это выборочно Для власти-то не разницы нет Шли в Афганистан, воевали 15-14 тысяч 700 трупов привезли А свидетели Егова ни один не пошел Они со мной сидели в лагере По три года им навинчивали И они работали так нормально Все хорошие ребята Они все дома А тут никого нету Пепел один Вот и считай, кто умный-то Я это все написал И сказал Все у них отобрали Дома, где они молились Царство Как они называют Зал царства Чтобы у них попросили прощения Чтобы они за них помолились Как обиженные Ну, не знаю Но я написал, что я не просто прохожий Что мы делаем Какая работа Мы истинно православные И поэтому православные Если ходатайствуют о них Значит, уже достигло Не просто я с улицы шел и сказал Я их хорошо знаю Я показал, что и мы-то Православные Для нас они еретики Но сейчас-то речь идет не об этом Государство не за то, что они еретики Причислили их к экстремистским А что у них экстремистская? Ну и Как отреагируют, не знаю Показал, какие наши ресурсы Канал Форум Майл.ру Все написал Четыре страницы получилось А бумаги-то нету А мне тут дали с какой-то организацией С одной стороны, это напечатано у них А с другой нету Я такие послал всем С одной стороны, где не наши Там с печатью Товары какие-то Я все это зачеркивал Ну и все Хотел добавить Почему я это сделал так Что бумаги нету и дорого Ну ладно, потом не стал Я Петра спрашиваю Петр, вы намерение свое не изменили Помочь Игорю комбайн приобрести? Они останавливаются, как привезут сюда полесье Белорусский Да, я слышу Ну вот вы говорите Что Лукашенко хвалил Ну Лукашенко это его продукция Ну действительно комбайн хороший Ну теперь держи для себя это Войдешь в историю Держу Ну вот как сообщат, как Надо думать, как перевести деньги Я тогда спокойно По этой теме буду рассуждать Хотя давно уже об этом говорил Что у меня очень большое желание Купить комбайн Ну никак я не могу разбогатеть Нету и все Ну как комбайн так купить Тогда каждый день Как за комбайн За штурвал Так вас поминать будет Молиться Вы себе ходатайов найдете Важно Это дело большое Тем более он Не то что машину купить Он народ кормит Так смотри Чтобы меня не подвели Не подведите А я вас на них-то вывел уже У меня есть Я переписал информацию Да Ну и вот так Договарьтесь Когда Пугает, что после Нового года Дороже будет Но это я уже не знаю Ну они Всегда к Новому году Снижают цены Потом Время, время Это Тяжело ждать И догонять Тоже нелегко Ну сам оттуда гнать не будешь Платформу не пошлешь туда Кто согласился ехать туда Это же Четыре тысячи километров А тут привозят Которые Они Наценяют Конечно Да там бессовестно Наценят Было бы удобнее Прям с завода бы Сам привез Но это же Платформа Машины то он везут Специально у них Такие платформы На продажу А комбайн это Поездом только Да Там только платформа Оридуется Да Еще вопросов нет Потому что Все понятно Игнатий Тихонович А можно спросить Про Андрея Почему он ушел От вас так резко И без объяснений Мы не слышали Объяснений в роликах Ну я спрошу Которая снег Которая снег Распуляет В сторону Снегоуборочная машинка А? Снегоуборочная машинка Да Ну это ручная Видели Видели ролик Ага Видели Я отвечу Коротко В свое время Не отвоевал Свободу во Христе У родителей Все В этом все Как бы Пуповину не отрезал Как написали Ну он уже поехал другой Уже на работе там Говорит как Кто-то там не так Родители настояли Да Чтоб вернулся Я не знаю про это А родителей не видел Он их подготавливать Будет на Рождество Чтоб пришли Ну отец может нет А мать-то с его братом Может прийти Ничего нету Он посчитал Что рядом тут Все у него нормально Ни обиды Ничего не было У нас за ролик стоит Ну да Видел ролик Так Непонятно ничего Вроде хорошо расстались Почему? Ну он понял Что дальше он сам пойдет Тем более рядом Вот вчера раз Он приехал Завтра На богослужение идет Оставаться будет На занятия Ну то есть Глубокого смысла То нет Рядом быть Ну молитву один раз было Все Не было его вчера На молитве утренней Где-то он был То ли что Не знаю Ну будем молиться о нем Хлеб Сталина Хлеб Сталина Вот А как раскулащивали людей Там без слез смотреть нельзя Вот Которая Потеряевки была Разрушали ее Арестовали Семь семейств Она Потеряева Она как раз Потомок первых поселенцев Потеряевки Это от их фамилии Потеряевка Называется И вот Как они приехали Как люди вымирали Уничтожение было Среди зимы В лесу Людей скидывали И все Люди пытались Хоть зубами Рой землю В землю Сырость Сразу дети Первым делом Начали помирать Старики Это никакой Гитлер Никто не делал Никто Поэтому сравнивать Сталина с Гитлером Это смешно даже Игнатий Тихонович Я нашла фильм Тут Хлеб для Сталина Истории раскулаченных Такой фильм? Да Да Так это Хлеб для Сталина А раскулаченных Посмотреть можно Бога поблагодарить Что мы не в то время живем Люди Которые погибли Помолиться Ну видите как Я смотрел и молился Сергей Павлович Нестор то у тебя Или он из дома Знак дает Из дома Вы что сейчас выскочила Что он Здесь Ну вот так Такое дело С Андрюшей Все хорошо У нас обошлось Он 4 дня У меня был Я ему говорил Ты оставайся До 10 июня Он смеется Встает легко Делает все И Ну Хороший Ну Такое Хороший Ну Такое Что-то кто-то Что вопросов-то не задаете Как у вас дело идет с постом-то С рождественским Все постятся Да Слава Христу Сейчас Рыбу разрешается Только суббота Воскресенье После дня Никола Завтра можно Пост такой Он не очень Строгий Два дня А там все уже На неделе считают У нас Завтра будет 28 градусов мороза Завтра Последняя неделя Поста Будет строгая Да Нет Последняя неделя Никакой строгости Нету Ну Сочельник Накануне 6 Рождественский Сочельник Так принято Считать До звезды Не едят Подошел Ну еще Ишь какой Выраст здоровый Дядя Вова Ты тебя Раскормил А у вас коты Мышей Прямо со шкуры Едят Конечно Прямо Жирные Такие А вы их Чем кормите Вова Еще раз Подойди Мышами Кормят Он кормит Они такие Жирные Жирные Почему Такие Жирные Все У нас Жирные Ну я Отлично Варю Кашу С рыбой Там С остатками Рыбы Еще Добавляю Сушеных Наших Рыб Карасей Вот мы Сушили В грузской Печи Летом А каша Это из чего Каша Манная Каша Геркулесовая Вот два вида Они любят Не жирные Упитанные Жирные Да Они упитанные Вот смотри Я тебе покажу Смотри Ему полтора года Тяжелый Тяжелый Такой А рыжий Еще тяжелее Будет Они вокруг Дяди Вовы Бегают Я их перевожу Еще Они мяукают Дядя Вова Мы с тобой Как тот ролик Про Путина Ну если ничего нет Давайте прощаться Ну давайте Еще 15 минут Позанимаемся Ну давай Занимайся Послание к римлянам 12 глава 13 стих В нуждах Святых Принимайте Участие Ревнуйте О странноприимстве Толкование Сказав Выше Благотвори Срадушием Всем Вообще Отверз руку А теперь Учит О милостыне К верным Ибо Их Называет Святыми И Не сказал Помогайте Им В нуждах Но Принимайте И участие Показывая Тем Что В вспоможении Есть Купля И общая Прибыль Ибо Ты подаешь Деньги А они Воздают Тебе Небом Не сказал Так же В больших Издержках Но В нуждах Чтобы удовлетворить Нужном Святых Как же Нежестоки И неподобны Зверям Те Кои Не помогают Святым В их Необходимых Потребностях Не сказал Будьте Странноприимны Но Ревнуйте О странноприимстве Научая нас Чтобы Мы Не дожидались Когда Нуждающиеся Придут К нам Но Сами Бежали К ним И догоняли Их Как поступали Авраам И Лот Вопросы Это к нам Относится Нет Ой У нас Один Нуждающийся Есть Там Замерзает А завтра 30 градусов Будет Как он там Себе Уж Не замерзет Совсем Кто Бо Его Принял Была бы я Братом Я бы Приняла Конечно Но Увы У меня На Никитиной До 30 человек Ночевало Каждый пост Уже не остановись Уже началась Уже все Пошло Ничего Было Хорошо Места Хватало Сколько Раз Говорил Затем Начел Ну Что Могут Обойтись Без тебя Сказал Не вылазь Сейчас Обязательно Будет Еще Несколько Раз Заходить Так Ну Че Дорогу Знает Он Как-то Приходил Ко Мне Я Жего Не Выгонял Никогда Ну Так А там Не говорится Чтобы Пришел А говорится Выбегите Навстречу За ним Да Придется Ехать Если Не замерзнет За эту Ночь День Куда Ты Сереж Собрался Ехать Ну Надежда Васильевна Говорит За Васильевна Доехать А то Замерзнет Там Че На твоей Шарабайке Что ли Туда Ехать Ты Че Замело Все Вокруг Так Я Тебя Попрошу Ну Да Мне Больше Заняться Нечем А че К нему Ехать Вот Скажи Мне Он Че Попросил Сейчас Читаю Это Для Кого Я Че Не Понял Ничего Он Че Позвонил Сказал Что Умирает Или Че У Него Телефона Нет Ну Тогда О чем Разговор Идет Начинайте Милосерствовать Непонятно Где Шуметь Не надо А надо Исполнять То Что Написано Тут Слишком Умные Читать Читаем А Исполнять Когда Будем Надежда Васильевна Я бы Не вам Разговор Разговариваю Надежда Васильевна Принимает Как Раз Да И Брата Тоже Осуждать В этом Нельзя Никак Сколько Он Принимал Одно Дело Нуждается Человек Другое Дело Не Нуждается Вот Именно Печку Ему Отремонтировали Топить Не Хочет Ну Че Я Не Знаю Я Не Не Понял Че Там За Ваши Адвокат Стой Те С Чего Ни С Того Ни Надежда Васильевна Вам Что Заняться Нечем Или Перед Людей Покрасоваться Надо Игорь Владимирович Ты Не Шуми Сильно Вы Перестаньте А то Сейчас Все Подумают Что Мы Бедного Васю Заморили Там И Заморозили Еще Никто Ничего Не Подумает Уже Подумали Субординацию Соблюдайте Молодой Человек Так Вы Должны Были Соблюсти Там Вначале У Мужа Спросить Можно Я Спрошу Или Нет Он Стоит И Не Знает Правильно Вы Говорите Или Нет Чего Увидишь Говорил Давай Закончим Не Закончил Надежда Васильевна Влезла Остановиться Не Может Теперь Два Дня Будет Болеть Пластом Лежать И С Кем Взялась С Игорем Добуном Да Он Нечаянно Повернется И Ты Три Дня Будешь Кверс Ногами Баба Монету Молчала И За Мудрую Сошла И Сказала Бесполезно Завтра Будет Переживать Ахать И Все Это Записывается В Интернете Будет Бабка Что Ты Делаешь Сейчас Там Найдутся На тебя Александра Разная Заступаться Начнут Так Колера Тут Вопрос Надежда Васильевна Вы знали О том Что Муж Запретил Сестрам Кормить Василия Николаевича По воскресеньям Или Нет Вам Еще Больше Не Счем Рассуждать Ну Мы Как Раз О Страноприимстве Рассуждаем Надо Же Исполнять На деле Ты Сказал Она Опять Вылезет Я Сказал Будет Сейчас Выходить И Выходить Ее Не Отключить Уже Она Все Бестормозная Бабка Ей Это Не Касается Совершенно Сказал Не Власти Никто Не Будет Знать Какой Ты Человек У Вас Же Есть Который Там Будет Остальное Это Еще Для Смеху Только Говорит Сказал Не Сказал Сказал По Делу Главное Поезд На занятия Не Останавливается Не Остается Схватился И Домой Я Говорю Раз Такое Дело Надо Приносить Заплати Сколько Стоит Все Ни Туда Ни Сюда Нет Он Настает На Своем А А так Не Пойдет У Нас Я Один Раз Пришел Туда Сюда Когда У меня Через Стенку Добунова Жили А Марина Она Мастерица Готовит Ну И За стол Меня Усадила Я Поел И Тут же Вытащил Деньги Рассчитался Она Не Берет Я Рассчитался Для Меня Это Накладно И Больше Я Никогда Конечно Не Сел Один Раз Каждый Раз Он Остается Поел И Сразу Скорее Уматывается А зачем Кормить Зачем Я Сказал Ты Деньги Вноси Люди То Покупают Что Нет Он Молчит Так И Был Аминь Ну Я Говорю Это Уже Когда Человек Совсем Из Ума Выживет А Дагунов Начинает Цапаться То Абсолютно Не Понимает Слон И Моська Да Наоборот Благословляю Что-то так Сказали Не так На люди То Вылазить Зачем С этим Я бы Не Сказал Сейчас Это Но Вижу Уже Понесло Ее Горщики Все Сгоры То Как Пишет Крылов Ну А как Ревновать О страноприимстве Как Нина Васин Он Убогий Такой Жалко Его Кормит Докорми Его Надо же Исполнять Написано Ревнуйте О страноприимстве Не к себе Называть А прям К нему Туда Ехать Надо И там Его Слорочки Кормить Так Написано Ну Давайте Ребята По делу Нет Еще Отпустите По-хорошему Да И Ступайте С миром Игнать Тихонич Отключайтесь Или Помолимся Слово Ты нас Ты нас Собираешь Господи Для познания Слова Твоего Хвана Тебе Честь И слава Отец Сына Святой Дух Аминь Аминь Слава Иегове Аминь Алилуйя Аминь Аминь Спасибо Христос Аминь Христос Аминь Спасибо Христос Кто хочет Оставайтесь Расскажите Стихи Все Бог Иегова Землю Создал Развернул Небеса Евреям 4.12 И Ну Евреям 4.12 И Че бы там Был У нас Второй Коринфян 5.10 Че Поехали 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 Поехали